всем привет сегодня у нас сложная по краскам сложная не технические сложная по цвету 46 в делали мы такие уже работы но делали более простые мелкие детали подходила хорошо здесь же у нас почти целиком борт и бампер бампер без структуры красится сейчас будем долбаться сегодня с бампером вечер мы уже в камере так все готово то есть по деталям все у нас готова дверь красится в переход на двери тут расшлифовали потому что царапка была и все равно мне часть двери надо загнать мокрят чтобы цвет был один и тот же дверь с ремонтом замененная с двух сторон краиса крыло новая бампер и и же с небольшим ремонтом тут в углу и мы сохраняем структуру то есть оклеена сейчас под покраску а мне нужно заклеиться под грунтование сейчас и нужно заклеиться так чтобы вот это ребрышко у меня типа вот так вот прикрылась сейчас попробуем вот этим новым валиком приклеить его как то так короче сейчас будем пробовать тестировать нам нужно лезвие мокряк уже готов все уже загрунтована тут кислотная салфетка тут грунт по пластику пробую нового лик он такой на километраж идет и пробуем его для переходов моего уже поюзали переход этих дверных проемов уже поюзали уже хорошо сейчас еще поюзаем суда ой ой ты мой родники то ты же наша ласточка прям как как для суда и делалось великолепно все это у нас можно считать получилось сейчас доклеиваясь и накидываем мокряк так у нас тут все я думаю получится круто еще парашютик такой поролоновый получается сам по себе липкой салфеткой протерли антистатиком обдули одеваем маску заряжаем ствол но он заряжен просто надо перепроверить настройки есть есть ой 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 это беда уже где-то враню поехали пластик в два слоя металл в полтора почему пластик в два слова чтобы дать толщину и наполните тут мы же готовим его весь дираем и получается ну где-то шероховато чтобы их залить и дать пленку полутора слоев не хватает так так там вот так 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 Продолжение следует... 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 Увеличиваю подачу на пол оборота И начну я с той стороны теперь лачиться Чтобы вот эти элементы сделать последними И уйти минут на 30-40 Пока просохнет лак для слоя чистого лака Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пойду еще чуть лака разведу Поэтому я и уходил оттуда Мне на бампер не хватит лака Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красиво! Красиво! Сейчас несу выкраску, которую я снимал. Делал в подготовке, проверял и смотрим, как она выглядит. Смотрим, вот она. Да, ок. Все. Все ок. Все ок. Ну а сюда уже чистый лак. И сюда тоже. Оставлю минут на 25-30. Хоть мне Дима и сказал, технолог, что 15 минут и вали. Но, знаете, на лаке межслойка в этом случае хуже не будет. Не сделает хуже. Надо будет туда переклеить. То есть подождем. Перекурим. Фу-фу-фу-фу, чтоб не залазить. Так все хорошо. То есть по визуалу все норм. Никаких у меня нареканий нет. Дима меня предупреждал, что смотри, на лаке может показаться, что после второго слоя кинул, типа как пятнистость. Тогда положи один эффект именно лаком, колорированным. Но и вата отработала беспроблемно. Я подачу поставил не максимальную, а среднюю. То есть я это делал медленно, но полностью контролируемо. И никаких дефектов я не вижу. То есть чтобы именно что-то не нравилось, ничего такого нету. А это хорошо. Чистый слой лака и вперед. Один слой, полный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 ну вот она последний слой лака 30 микрон докинул так сказать ну что ж это сложный конченый цвет не будем на этом останавливаться углубляться если по сделали без лака я думал вам не сделают в биндере ну в биндерной системе нет то есть через пигментированный лак ну погнали у нас из новенького есть интересный наждачок по карсистому юпитер маленькие на мягкой основе также по по всей этой движухи также как у талика то день и маленькие плуты то есть полный аналог 1 ты уверенный на одном заводе делаются лепесточки но сейчас покажу разницу между лепесточками и вот этими вот мягкими я думаю за вот этим вот делом будет у нас будущее в некоторой степени здесь трехтысячный абразив на мягенькой под ложечки что он из себя представляет это не соринка так такое плену лет вот сориночки катарами просто читером подровнял это сразу трехтысячный наждачок надо еще а от катара центра уже нету не видно матовости прикол в том что нету у нас шагрень не портится запоминай место я сейчас никуда ничего не отвожу собираю полировочную машинку и сразу полируем сейчас тестирую из новых паз для себя но именно на свежих лаках c07 на старых лакокрасочных слабенько работает вот на свежаке хорошо она долго очень на одном месте находится не высыпаясь старым паз для девушки в которой нужно можно заполняться только четыре месяца пользователи тоже сделать просто если за недвижимость erin через где-то тут была сыринка фактически в один проход наждачком и пастой мы убираем и шагрень не теряется я даже сейчас и не найду где она точно была где-то тут центр классный способ потому что не теряется шагрень сейчас показываю где-то тут снизу чтоб клиент не сильно это мог увидеть вот эту возьмем но мы ее возьмем на все тряпка упала сразу можно в минус ее мы ее возьмем на 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 абразиве но специальный кружочек под это дело перекручиваем я уже серёг сколько мы вторую неделю дубасим этими пятерами серёга наушниках все работы слушать не хотят так это у нас двушка нам надо то хотя бы 2 500 возьмем это пленочная основа он более жесткий клеится смотрим давайте эту это крупненькой он гораздо быстрее спиливает я вот этим типом наждаков у колокса правда отработал отработал больше уже скажем так полутора лет тема классная но идет микро такая микро испорчивание шагрень смотрим дико глобально тут еще красный прячет но вот я ее вижу потому что есть легкий запил ушагренья на дверях допустим ладно этого не дико заметно но на капотах особенно каких-то темных цветах это палит контору немного поэтому вот этот новый наждак я прям натик не могу не поделиться я думаю за ним хорошее будущее их еще нету в продаже в украине не подложек под них не наждаков нифига под них нет но надеюсь в скором времени появится работает только через либо брусочек либо катер потому что сам по себе наждак не пилит соринку он и облизывает а вот этот вот круг он пилит соринку то есть им можно соринку крупную сразу спилить и после него отполировать но теряется шагрень растем растем в полировке новые методы новые способа ну что глянем на улице как она получилась я прям так аж доволен что получилось ну реально дай бог чтоб простые цвета так у всех получались как вот это вот перевертыш вышел тут понятно тут в растях меня больше волновало как вот бампер капота получится и крыло вот здесь к стойкам а получилось хорошо мы ее к сожалению не видим сборе разбирали не мы собирать будем не мы ну не вот вот это вот важно очень был я скажем так доволен спасибо огромное диме технологу компании штандекс он не слил эту краску он меня поддержал технически во всех этапах и у нас все получилось хорошо чего и вам желаю всем пока